Ширк, да обережет насыщенный Аллах Ат-Подоб. Бывает двух видов. Большой и маленький. Если человек умрет на большом ширке, да обережет насыщенный Аллах Ат-Подоб, тогда он навечно останется в воду. Если же он умрет на маленьком ширке, он будет подвергнуть мучению настолько, сколько совершил маленький ширк, потом войдет в рай. Мы должны предостерегаться как большого, так и малого ширка. Что касается грехов, то они бывают четырех степеней. Первое, маленькие грехи. Чуть выше этого, это большие грехи. Еще хуже грехов больших, это маленький ширк. И еще хуже маленьких грехов, это большие ширки. Примеры большому ширку. Любое поклонение, которое посвящается кому-то, кроме Всевышнего Аллаха, является большим ширком. То есть есть человек молится кому-то, кроме Аллаха. Например, делает полуничество к могилам. Приносит жертвоприношения джинам. Делает земной поклон кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Боится кого-то, кроме Всевышнего Аллаха, тем страхом, которым надо бояться только одного Всевышнего Аллаха. Любит каких-то угодников точно так же, как надо любить только Аллах. Это же большой ширк. Что касается примеров маленькому ширку, то это клятва не Всевышним Аллахом. Кто-то клянется пророком. Или же каким-то угодником. Или же своей жизнью. Своим отцом, своей мамой. Какими-то уменьшими или живыми. Или же, допустим, молится и желает этим самым хвалу людей. То есть, занимается показным. Молитва должна твоя быть посвящена только одному Всевышнему Аллу. Ты не должен желать ее ни показного, ни похвалы людей. Например, говорит. Как пример маленького ширка. Если бы не такой-то, то случилось бы так-то. Если бы не такой-то, то случилась бы какая-то авария. Это маленький широк. Что он должен говорить? Он должен говорить только один Всевышнему Аллах. Или же должен говорить, если бы не Всевышнему Аллах, и затем такой-то. То есть, говорить, имея в виду, что он является всего лишь причиной.